Честно, я даже не представляю, что это и как это. Сейчас посмотрим, попробуем. Ну, уже, в принципе, после поля нормального выходить на другое какое-то непонятное покрытие, я думаю, это тяжко. Совершенно определенно можно сказать, что этого дня главный тренер барнаульского коммунальщика Владимир Кубзев ждал целый год. Начнем с того, что хоккей на снегу – это его давняя, можно сказать, голубая мечта. Чемпионаты мира проводятся по пляжному хоккею. Что такое, я, кстати, ни разу не видел, но я думаю, снег – это гораздо интереснее. И не надо, если мы поливаем летом покрытие, чтобы скольжение лучше было, то на снегу скольжение изумительное. Поливать не надо. И вот при такой погоде, если поляна хорошо готова, играть одно удовольствие. Для того, чтобы мечта стала реальностью, нужно немного побольше снега, да тракториста поаккуратнее, чтобы поляну укатал как надо. Все, можно брать клюшки и в чисто бело поле выходить. Уже после двух-трех попыток найти взаимопонимание с партнерами по команде становится понятно. Разница между зеленым и белым полями, скажем так, есть. Вообще непривычно. Мы до этого просто играли на льду, до этого играли на льду со снегом, до этого катались на коньках. В общем, все по-разному. На снегу и на траве? Ну, конечно, вообще, можно сказать, вообще противоположное. Здесь ни передача не идет, одни броски только и все. Ты куда убежала? Ты куда убежала? Ты что думаешь? Барнаул на Нью-Дели абсолютно не похож. И кому, как ни Ирине Осиповой, это знать. Еще недели не прошло, как она вернулась из Индии. Ничего, привычно. Я-то уж из Сибири, мне еще первый раз приезжать в снег. Ну, как бы так. Побегаю сейчас в удовольствие. Напомню, в Индии российские зеленые хоккеистки боролись за место под солнцем мировой хоккейной лиги. От Алтайского края в расположение национальной сборной были командированы сразу два бойца. Ксению Свеженцеву по итогам победного матча с командой «Ганы» не только назвали лучшей, но еще и сертификатом в 20 тысяч рупий наградили. Это чуть менее 20 тысяч рублей. Получилось так, что мне досталось долю пробивать малые. И все три мяча были забиты с штрафных угловых, с броска. В принципе, и за счет этого, видимо, выбрали как лучшего игрока. «Гану» россиянки выиграли со счетом 7-1. Команду Казахстана и вовсе разгромили 9-0, заняв в итоге, увы, только пятое место. Задача же, напомню, стояла минимум третье. Вышли на Польшу, ожидали немножко, ожидали их выиграть. Думали, что Польша немножко еще в том состоянии, в котором раньше была. Они набрали уровень и переиграли нас. Не то, что недооценили. Я не могу сказать, что мы как-то кого-то недооценили. Вообще, я считаю, что мы сыграли так, как мы, что мы из себя представляем, то и сыграли. Что в нас вложили, то и показали. Тут как бы не должны быть иллюзии. Я думаю, тренер должен был подразумевать. Просто мы в нужный момент где-то не смогли перестроиться по команде. Потому что мы же не знаем, как команды выглядят. Со слабыми мы командами сыграли очень сильно. То есть мы забили много голов. А команды, которые нам равны, мы немножко не дотянули. Какая-то досада есть. Потому что не выполнили поставленную перед нами задачу. Очень печально. Зато есть верно, чем работать. Знаем, что из себя представляют другие сборные. В принципе, я думаю, еще все впереди. Хорош об Индии. Вернемся на снежный газон. Если в этом матче играли только звезды, то недели раньше клюшки на Барнаульском стадионе «Коммунальчик» между собой скрестили юноши и девушки. И знаете, что я вам скажу? Девушки выиграли. Я думаю, в первую очередь здесь объемы набегиваются. Это вообще хорошо, что мы на свежий воздух вышли и на Большую Поляну, во-первых. А во-вторых, в любом случае в хоккей играем. Это уже плюс. Микс зачем нужен? Все-таки пацаны быстрые, скоростные. Это как бы матч звезд. И мы взяли лучших мальчиков. То есть они уже играют на хорошем уровне, будем так говорить. Они получают мастерство, рост мастерства у них. И девчонки, но все-таки они заставляют девчонок напрягаться. Пацаны где-то клюшкой, может, послабее работают, но бегут и думают побыстрее. Вот это вот. То есть они не дают девчонкам думать. Они их атакуют, атакуют, атакуют. И они вынуждены быстрее думать. То есть здесь взаимная связь. Мы обогащаемся. Обогащаются девчонки, обогащаются мальчики. По идее, бортики им должны помогать. На деле от длинных передач пришлось отказаться, не проходят. На все про все 4 периода по 15 минут. Где-то ближе к третьему уже начинаешь понимать, как играть. Основной упор приходится делать на точность. На точность, да, на пас. Потому что вести мяч нереально, потому что поле неровное. Оно всякое разное. И может и сзади оставаться. В общем, на скоростях ты как таковых не поиграешь. Во-первых, здесь в отбор не пойдешь. То есть если на траве ты клюшечку положил, в тебя уперлись, да. А здесь уже нет. То есть здесь только на согнутых ногах и отступать. И пасы, конечно, только броском и все больше никак не идут. Режим строжайшей экономии включен. В этом году никаких сборов. В начале апреля коммунальщик готовится посетить Талды-Курган, дабы сыграть пару товарищеских матчей со сборной Казахстана. Приглашают в Белоруссию, приглашают в Волгодонск, приглашают в Москву на турнир. Но туда ехать. Здесь все-таки тысяча километров ближе. И у них, в общем-то, они осенью открыли поляну. Стадион новый, хороший, такого европейского, ну, международного уровня, будем так говорить, покрытия. Поэтому и команда хорошая. Есть смысл съездить в Казахстан. В грядущем сезоне у них будет совсем другая команда. А вот задача остается прежней. Всплытие со дна турнирной таблицы и марш-бросок куда-нибудь поближе к ее вершине. Психологически тяжело из-за неудач в тех сезонах. Но так как пришли новые игроки, новая кровь, вот, и мы уже еще больше выросли, подросли. И я думаю, что удача будет на нашей стороне. Про новую кровь. Помогать коммунальщику ковать победы будут в недавнем прошлом питерские хоккеистки Ксения Свеженцева и Екатерина Черкасова. Во-первых, мы еще настраиваемся на, ну, в принципе, на хорошее место в чемпионате России. Без них нам тяжело просто будет. Потому что у нас два человека ушло, и два человека пришло. И, в принципе, пришли сборники. Так что я все сделаю, по крайней мере, чтобы выкупить их контракты. Зимние сборы на Семинском, да товарищеские матчи в Талды-Кургане, не густо. Позволит ли такая артподготовка коммунальщику голевую щедрость проявить? Напомню, сезон барнаульские хоккеистки распечатают 24 апреля в городе Наниве.